Сегодня я посмотрела вторую часть фильма «Разоблачение», который был сделан Евгением Хасоевым. Это фильм «Разоблачение Зуртана Халтарова». Первая часть вышла в свет примерно год назад и вызвала достаточно бурную реакцию среди бурятской оппозиции. И в основном, конечно же, обсуждали этот фильм в эмиграции. Тогда мнения разделились, то есть как были сторонники того, что Хасоев прав, и Зуртан Халтаров на самом деле являются осведомителем ФСБ, так и такие взгляды в основном со стороны старых единомышленников или соратников Халтарова по оппозиционному движению, о том, что нет, Халтаров не является агентом. Но я думаю, что для всех людей, у которых есть критическое мышление, даже не посмотрев этот фильм, такие люди могут прийти к мнению, что Зуртан Халтаров действует на пользу и путинскому режиму, и ФСБ. И недаром я бы хотела сказать о своеобразной коллаборации между каналом Зуртана Халтарова и рядом зетных пабликов и телеграм-каналом. Сегодня мы хотели бы снова сделать репост уже второй части этого фильма, и я хотела бы предварить это видео своим небольшим комментарием. Итак, почему я считаю, что Евгений Хасоев прав и Зуртан Халтаров является агентом или осведомителем ФСБ? Я не буду сейчас касаться деталей, которые изложены в видео со всеми доказательствами, с детализацией его звонков, где показано, что Зуртан Халтаров до своего отъезда в Польшу каждый месяц методично в один и тот же день звонил в управление ФСБ. Я не буду говорить о других каких-то сведениях, которые содержатся в видео как в первой части, так и во второй части. В частности, Евгений Хасоев записал на камеру признание Зуртана Халтарова о том, что в ФСБ ему предъявляли какую-то бумагу, которую нужно было подписать, чтобы его убрали из списка террористических организаций. Вы можете сами ознакомиться со всеми этими сведениями, с деталями фильма и составить свое собственное мнение. Я же просто скажу о том, почему мы тогда были согласны с Хасоевым и почему мы согласны с ним сейчас. Давайте откроем телеграм-канал Зуртана Халтарова и посмотрим, что он пишет в своем канале. Я не вправе говорить о других деятелях, которых Зуртан Халтаров в свое время очернял и продолжает очернять. Это на его совести. И все эти люди, они могут сами, в общем-то, свою защиту сказать. То есть, в принципе, никто особо не нуждается в защите вот этой клеветы. Я знаю, что он клевещет на всех буквально вокруг. Не только на деятелей бурятского национального движения, но и на деятелей оппозиции, в частности, фонд «Свободная Бурятия», на таких активистов, как Мария Вгешкова, как Виктория Молодаева. Ну, то есть, он буквально всех очерняет. Я просто скажу о том, в чем именно он меня обвиняет, как именно меня он очерняет и почему я считаю, что это работа на ФСБ. Вот одно из самых, в общем-то, таких абсурдных, наверное, обвинений в свой адрес, как раз-таки абсолютно, как говорится, беспочвенных, было как раз-таки на канале Зуртана Халтарова, когда он неоднократно объявлял меня алкоголичкой. То есть, как бы из поста в пост он об этом писал. И буквально вот под видео, которое сделал Ринчин Гамбоев с 10-го форума «Свободных народов пост России», Халтаров наконец признался, что якобы, как говорится, мои проблемы с алкоголизмом были решены, судя по, как говорится, здоровому цвету лица. Но это все настолько абсурдно, что я даже не буду как бы на этом останавливаться специально. Просто я хочу сказать, что в данном случае Халтаров очень умело использует метод гнилой селедки. Что такое метод гнилой селедки? Это когда берется какое-то совершенно дикое, грязное, скандальное обвинение, и человек совершенно без каких-либо доказательств начинает обзывать этим словом и начинает его обвинять в этом. И главное здесь не то, что не предоставление каких-то доказательств, а просто сам факт вброса этой грязной информации. Потому что как бы в умах людей, которые не знакомы с человеком, которые... Обычно это бывает, конечно же, публичное лицо. Они начинают подозревать. Они начинают думать, что возможно, раз его в этом обвиняют, то, может быть, что-то как бы за этим стоит. И таким образом разворачивается совершенно ненужная дискуссия в обществе, когда кто-то пытается оправдаться, когда его начинают оправдывать, потом какая-то часть начинает говорить «нет», как говорится, «не бывает дыма без огня» и так далее. Даже когда за тем человек, которого оклеветали, приводит непривержимые доказательства оклеветы, запах гнилой селёдки всё равно остаётся. Это именно то, чем занимается Зуртан Халтаров. Он очерняет прежде всего деятелей бурятского национального движения. Потому что именно бурятское национальное движение представляет особую опасность для режима. И недаром в Бурятии, в первой из республик каких-либо регионов Российской Федерации был создан штаб по противодействию сепаратизму. Недаром недавно вышла также новость о том, что якобы вброс каких-то порочащих Российскую Федерацию, вносящих смуту в межнациональный мир, якобы Бурятия и Кавказ являются такими территориями, где участились вот такие вот нападки на дружбу народов и так далее. То есть, с одной стороны, это, конечно, огромная честь, это как бы признание заслуг, потому что мы уже на протяжении нескольких лет работаем на то, чтобы Бурятия наконец-то обрела независимость и то, что власть это видит и чувствует опасность, это признание. Но, с другой стороны, вот если мы посмотрим на то, что делает Зуртан Халтарах и почему он это делает, если мы зададим этот вопрос, я думаю, что ответ просто на поверхности. Ну, одно из других, как бы, ну, это не то чтобы обвинений, но вот, как бы, вот тоже клевета. Например, он под этим видео последним написал, что я якобы из форума в форум выступаю с одним и тем же текстом. Это абсолютная неправда. Ну, я оставлю на его совести, как бы, критические, так сказать, замечания, которые совершенно не имеют ничего общего с тем текстом, который был представлен. Также и на прошлых форумах, например, в Риме это был абсолютно другой текст. И любой человек, который послушает видео, благо, что записи этих форумов в открытом доступе есть, может убедиться в том, что темы, которые затрагивались, что на одной конференции, что на другой, совершенно разные. Не говоря уже о том, что, например, в Праге, вот на одном из, это самый первый форум, где я участвовала онлайн, там я вообще говорила о волнах бурятского национального движения, то есть об истории. Тогда я еще не знала, каков, как бы, формат этого форума, и тогда я думала, что, в принципе, можно поговорить об истории. Вот. И если что, вот, например, мой текст моего выступления, само выступление на десятом форуме, оно недавно было выложено у нас на канале, вы можете ознакомиться с ним, и там есть субтитры на русском языке. Вот. И я просто еще хочу сказать вот такой момент. Дело в том, что... Почему я думаю, что он сотрудничает, и вот одна из его задач — это вот очернение, и как он добивается этого. Я бы хотела сказать о некой коллаборации между каналом Зуфтана Халтарова и известного бурятского, так сказать, русского нациста и шовиниста Василия Тараруева, который ведет канал «Таежный привал». Я хотела сказать тупик, но ладно. Значит, «Таежный привал». Дело в том, что 90% вот, наверное, всей очернительской информации о бурятском национальном движении взята с канала Зуфтана Халтарова. То есть они даже не напрягаются тем, чтобы какой-то оригинальный материал писать. Они просто тупо репостят эти инсинуации Халтарова с какими-нибудь тегами типа «из жизни насекомых». И вот как бы заканчивая этот комментарий, я бы хотела обратиться ко всем людям, которые считают нормальным общаться с этим человеком, подавать ему руку, участвовать вместе в каких-то мероприятиях. Я бы хотела призвать вас проанализировать его поведение и задать себе вопрос, хотите ли вы ассоциироваться с этим человеком? Я думаю, что когда после победы бурятского национального движения в Бурятии, в свободной независимой Бурятии, будут открыты архивы ФСБ, мы узнаем много нового, каких-то неприятных сюрпризов, наверное, узнаем много. Но в одном мы можем быть уверенными. То, что мы найдем там среди осведомителей имя Зуртана Халтарова не будет для нас сюрпризом. Поэтому я призываю всех, кто сотрудничает с этим человеком, просто задуматься и решить, на чьей вы стороне. Всего доброго. До свидания.